Привет друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на что способен сварочный аппарат, который мне прислали на обзор из Китая. Поехали! Это самый простой аппарат аргонно-дуговой сварки и предоставили его на обзор мне ребята с сайта banggood.com Забегая вперед скажу, что алюминий сварить именно этим аппаратом у вас вряд ли получится, так как у него нет режима сварки переменным током Как и в предыдущем обзоре сварочного аппарата, у этого в комплекте лежит только инструкция на китайском языке Поэтому, чтобы начать им работать, придется докупить тег-рукав и прищепку для массы, разумеется, с кабелем А еще на сетевой шнур питания нужно будет установить вилку Аппарат также идет без нее Зато можно посмотреть сечение подводящего кабеля В нашем случае он имеет 2,5 мм Аппарат, как я уже и говорил, самый простой На задней стороне имеется клавиша включения аппарата Штуцер для подключения газа и вентиляционное отверстие На передней же стороне имеется индикатор тока Переключатель в режим электродной сварки Регулятор времени подачи газа И регулятор сварочного тока Снизу есть разъемы для подключения Что и куда подключать, видно по пиктограммам, нанесенным на лицевую сторону устройства Давайте заглянем, что у него внутри А для этого нужно будет выкрутить все винты с двух сторон устройства А пока я раскручиваю, почитайте характеристики этого аппарата Кстати, напоминаю, ссылку на этот аппарат вы найдете в описании под этим видео На первый взгляд все выполнено довольно качественно Печатная плата, как и все элементы, защищены от воздействия влаги По характеристикам этот аппарат выдает до 250 ампер тока И как по мне, подводящие шины клеммам немного тонковаты для такой силы тока Осциллятор выполнен на высоковольтном трансформаторе Похожие раньше устанавливали в телевизоры с кинескопами Для того, чтобы сразу начать пользоваться этим аппаратом Мною в Китае была заказана горелка И пришла она почти в одно время с этим сварочником В комплекте с ней идет два сопла Номер 4 и номер 5 И пара цанг для зажима вольфрамовых электродов Сама горелка универсальная и имеет на ручке кран для регулировки подачи газа Ну что же, давайте все соберем до кучи и наконец испытаем его Для начала попробуем положить валик на кусочки нержавейки с присадочной проволокой Признаюсь честно, я в работе с таким типом сварки столкнулся впервые Так что если увидите косяки, сильно не ругайте Я только учусь Как я думаю, для первого раза получилось неплохо Этим аппаратом можно также варить и без присадки Правда шов при этом получается не такой прочный И нужно это учитывать Криво-косо, но у меня все-таки получилось Потом были еще попытки Сварка двух пластин из черного металла внахлёст с присадкой И также нержавейка без присадки Чем больше я пробую, тем лучше на мой взгляд получается В целом аппарат мне понравился И я считаю, что он со своей задачей справляется А как считаете вы? Пишите в комментариях Также пишите, какой товар вы бы еще хотели видеть у меня на обзоре А с вами был как всегда я Михаил И это канал Добрый Мастер Пока-пока